Местное самоуправление – это реальная сила, которая отстаивает интересы людей. И благодаря самоуправлению решается важная задача – вовлечь максимальное количество жителей в реализацию национальных проектов и управления. Эта активность приносит свои благодатные плоды. 21 апреля в нашей стране отметили День местного самоуправления. В этом мы еще раз убедились, побывав на торжественном мероприятии, которое было посвящено Дню местного самоуправления. Именно местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль в национальном проекте благоустройства городской среды. И в сельских поселениях Славянского района стараются использовать все возможности, которые открыл перед ними закон о местном самоуправлении. Я считаю, что этот закон – один из основных принятых президентом России, который реально на места, внизу, в поселениях, в ТОСах наших дал власть. Власть – это деньги, возможность определять кадры. Так вот, эти деньги мы сегодня сами зарабатываем. Эти деньги сегодня с помощью председателя ТОСов тех же мы отправляем на благоустройство. На все виды, в принципе, работ, которые определены нам полномочиями этого 131-го закона. Поэтому закон нужный, важный и желательно, чтобы он развивался. Благодаря трудолюбию, профессионализму, активности всех, кто работает в муниципальных органах власти, Славянский район добивается весомых успехов в своем развитии. Глава района Роман Сенеговский подчеркнул в своем выступлении, что нам есть чем гордиться. Наш район очень сильно изменился. Я считаю, мы много сделали. Построили объекты социальной сферы, объекты спорта, здравоохранения. Ремонтируются дороги, строятся тротуары, делается уличное освещение, благоустраиваются наши парки. Все это делается для людей и с помощью людей, потому что закон, он именно объединяет всех нас, главы поселения, их команды, тосовцев наших неравнодушных, которые прославляют нас на всех уровнях. Объединяет людей, объединяет всю экономику для того, чтобы мы, вот, основную задачу, которая перед нами стоит, это комфортное проживание наших жителей, чтобы мы ее выполняли. И, поверьте, нам есть чем гордиться. Глава муниципалитета сердечно поздравил всех собравшихся с этим прекрасным праздником. День местного самоуправления, это наш совместный праздник. Я бы хотел, чтобы этот праздник, во-первых, вы его хорошо отметили, ну и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, и чтобы у нас хватало с вами сил, энергии, знаний, эффективно трудиться на благо наших жителей. Затем на сцену для награждения были приглашены победители районного конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Первое место было присвоено Татьяне Фертиковой из Славянского городского поселения. Я стараюсь очень тесно работать с жителями, выяснять все проблемы. С этими проблемами иду в администрацию, которая, конечно, по возможности помогает и очень часто отзывается на вопросы граждан. Самое главное – тесный контакт. За полтора года, в который я работаю. Второй стала Любовь Маткова из Анастасиевской, а на третьем – Владимир Еремин из хутора Беликов Кировского сельского поселения. Все проблемы, которые необходимо решить людям, мы их решаем, причем в любое время. Вечернее днем. Решим, решим, не так поможем, подскажем. И то все равно человеку как-то не так обидно и знает, что о нем какая-то есть забота, есть возможность решить те или иные проблемы. Общение с властью у нас, оно постоянное, потому что сам я депутат, избран неоднократно. Но люди, конечно, когда растешь вместе с ними, вернее, они уже есть старшее поколение, есть меньшее, но мы выход с техниками, а дальше институт заочно. Но общение с ними, в тех условиях, где были, видишь, кто на что способен, кому помочь. За профессионализм, эффективное и результативное выполнение должностных обязанностей и многолетний добросовестный труд, благодарностью главы Славянского района были отмечены руководители и специалисты администрации поселений и учреждений образования, культуры и здравоохранения, а также других предприятий и организаций, внесших свой вклад в процветание муниципалитета. Лучшие славянские артисты порадовали собравшихся своим искусством. ПЕСНЯ 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 Были на концерте и выступления хореографических коллективов. Понравился зрителям фольклорно-этнографический ансамбль «Смородина» из Красноармейского района. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ